У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Снег и дождь любое время года надо благодарно принимать. Они принимают любое время года и задают погоду в доме. В Самаре поздравляют работников бытового обслуживания населения жилищно-коммунального хозяйства с предстоящим профессиональным праздником. Его отмечают каждое третье воскресенье марта. Действующих сотрудников и ветеранов сфера ЖКХ поблагодарила за добросовестный труд глава Самары Елена Лапушкина. Самара активно принимает участие и в национальных проектах. Самара активно привлекает инвесторов в сферу ЖКХ. И благодаря этому у нас появилась возможность строить новые котельные, перекладывать сети тепловодоснабжения, ремонтировать и строить дороги, сажать цветы. Я прекрасно понимаю, что ни одно направление, ни одна задача не сможет быть успешно решена, если за этой задачей не будет стоять ответственных и замечательных людей, таких как вы. Здоровья, счастья, мира нам всем. Спасибо вам огромное. Напомним, в Самаре увеличивается инвестирование в сферу оборудования и ремонта теплотрасс. Это стало возможным благодаря переходу на метод альтернативной котельной. За 2022 год в городе привели в порядок более полутора тысяч систем отопления в многоквартирных домах. Чтобы улучшить качество водоснабжения, в Куйбышевском и Красноглинском районах строят новые водоводы. Продолжается реконструкция сооружений очистки сточных вод. В прошлом году в домах отремонтировали более 700 кровель, привели в порядок 86 тысяч квадратных метров межпанельных швов, заменили 251 лифт. Для очистки крыш от снега и наледя сформировали 350 бригад, укомплектовали штат дворников. Улицы приводили в порядок методом больших карт и комплексно ремонтировали дорожное полотно, тротуары, обустраивали газоны. В городе появилось несколько обновленных общественных пространств. Скверу ЗАГСа в управленческом сквер имени Куйбышева, сквер на Ташкентской. Завершили первый этап благоустройства парков Воронежские озера и Молодежный. Площадь цветников в мегаполисе превысила 30 тысяч квадратных метров. И все это стало возможным благодаря труду работников жилищно-коммунального хозяйства. В любую погоду, в любое время суток, вы на боевом посту, спасибо вам за это. Лучших работников наградили благодарственными письмами и нагрудными знаками, а для всех собравшихся приготовили концертную программу. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.